Сегодня у нас 15 июля прошел дождик и как раз вовремя земля хорошо промочилась И я сегодня на вот этой теплой грядке, где была у меня клубника посажена и 3 года прослужила Я ее убрала, пролила марганцовкой хорошо, удобрила удобрениями И сегодня я буду сеять по новому методу Подсказал мне один мой подписчик, как они в своем регионе высаживают чернушку посредине лета И получают очень хороший результат Если сивок вырастает больше ногтя, они его вырывают, потом оставляют, сной высаживают Или же оставляют вообще в земле и он вырастает Попробуем и мы в этом году посеять лук-чернушку посредине лета Посмотрим результат, какой у нас получится Сейчас мы взрыхлим эту грядку и будем начинать сеять Итак, у нас на этой грядке получилось 4 рядка Будут у нас чернушки Прочертили мы их Сейчас мы их прольем еще разок И посыпем золой Сейчас внук прольет хорошенько мне рядочки А я пройду и посыплю золой Мы пролили грядку Золой обсыпали Теперь она постоит несколько часов, пока мы подготовим семена Земля уплотнится и семена лягут очень даже хорошо Как избежать стреклования лука? Об этом способе я узнала совсем недавно Кто им пользовался, говорят, что это очень хороший способ и результат прекрасный И якобы лук не идет в стрелку Это написал один из моих подписчиков, который смотрел мой ролик Сейчас мы проделаем такой же способ, как и они Берем пакетик и делаем вот такой чайный темный раствор Вода должна быть не кипяток, а теплая Убираем этот пакетик Нам он уже больше не нужен Берем соды Одну чайную ложку вот такой горкой Растворяем в этом чае Высыпаем наши семена чернушки И заливаем вот этим раствором Всплывшие семена, как видите, вместе с этой грязью Вот они наверху плавают Это пустые семена Внизу, которые, вот я покажу сейчас ложкой Вот они Это все семена хорошие, которые мы будем сеять А вот этот наверху мы все их просто удаляем Оставляем вот эту чернушку на 1 час в содовом растворе Прошел час И мы процеживаем наши семена И под небольшой струей теплой воды Я вот немножко подогрела ее У нас на даче вот такие условия Вот я ее хорошенько, чернушку эту промываю Теплой, не горячей и не холодной Именно вот теплой водой Мы промыли чернушку Дальше что делаем Берем опять стакан теплой воды Не кипяченой, именно теплой Берем вот такой пакетик, чтобы был гумат У меня пакет гумат плюс 7 еще и йод для подкормки И здесь написано для замачивания семян Некорневой и корневой подкормки Всех видов культур Берем пол чайной ложки вот этого гумата Выливаем стакан воды теплой Пол чайной ложки гумата И растворяем Опускаем нашу чернушку в этот раствор на 1 час Побудет у нас эта чернушка в этом растворе Мы процедим Промывать уже больше не нужно Иначе начнем высевать Постояла наша чернушка в гумате И мы процеживаем Так как у нас сырую чернушку очень тяжело сеять Мы ее немножко просушим Насыпаем нашу чернушку на просушку Немножко просушим и будем сеять Насыпаем золы и перемешиваем нашу чернушку вместе с золой Смешалась вместе с золой Прям не видно ее И пойдем сеять Сею я чернушку в рассыпь Беру между пальцами вот так вот И вот так вот протираю Ближе покажу Вот так вот И чернушка проходит между пальцами Вот она Посеяли и прикрываем Посеяли мы чернушку Вот он полностью грядка у нас Как видите рядочки прижаты Чтобы были видны всходы Именно где должно сходить Будем ждать результата Схожести этой чернушки Прямо